Эй, ё, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка. Я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайк и поделись с друзьями, и всё такое, и, в общем-то, вот вам потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и... Слушаете ли вы песни Фейса? Это теория заговора Фейса. Всё ли с ним чисто? А мы начинаем. Первое, из чего мы начнём, это песни Фейса. Они очень странные, но их объединяет лишь одно. Запад. Я роняю Запад, жрёт как будто бургер. Бургер, кстати, пошёл из Запада. Так вот, за что нам надо цепляться. Это Америка. Было бы легко сказать, что он американский шпион, агент, но на самом деле нет. Всё намного хуже. Все мы знаем о Зоне 51. Это та зона, куда попадают все аномальные существа, которые были замечены на планете Земля. А что если Фейс это неземное существо, которое сбежало из Зоны 51? Он принял облик человека. Но... Все мы знаем, что Фейс лежал в лечебнице. Психиатрической лечебнице. Это ещё сильнее подтверждает тот факт, что Фейс неземное существо. И ещё одно доказательство этому. Фейс вёл себя необычно, как для земного существа. И именно поэтому его схватили и закрыли в этой лечебнице. И даже в своей песне он поёт. Я насколько ебан. Ты что лежал в дурке? И это означает, что он вёл себя реальной ебаной. То как для человека. А песня «Я роняю запад У» подтверждает лишь этот факт, что Фейс бежал из Зоны 51. Он выиграл запад. Он уронил его. Недавно у Фейса вышла песня «24 на 7», которая была для Марьяны Ро. В этой песне он был очень милым. Он показал, как он сильно любит Марьяну Ро. Но знаете что? Давайте послушаем эту песню наоборот. У меня аж мурашки по коже пошли. Аллах приношу в жертву. Чего? Фейс очень давно ухаживает за Марьяной Ро. Она его жертва, за которой он охотится. Тогда Марьяне лучше убегать. Аллах, я вдохновляюсь сильно. Некоторые подумают, что вот этот вот ряд просто бредовый. Нет. А что если Фейс после планеты дьявола? Да и на одном фото можно увидеть, что он показывает знак. Сатана. И в этой песне мы узнаем, что на самом деле это не Фейс, а сам Сатана, который вдохновляется Марьяной Ро. И он пришел в наш мир в облике человека, чтобы быть вместе с ней. Только вдумайтесь в это. Это жесть. Он хочет принести ее в жертву, чтобы она была вместе с ним в аду навсегда. Фак. Аллах, он как бы это лишь объясняет. Третья теория заключается в Марьяне Ро. У нее был Иван, есть Иван. И думаю, третий тоже будет Иван. Она продала душу за то, чтобы у нее были популярные Иваны. Но это уже совсем другая история. На этом все. С тобой был Сергей Онес. Поставь лайк тебе до всего, до 2 секунды. А мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также, приходи на мой второй канал и смотри там, короче говоря, елка. Я уверен, тебе оно понравится. На этом все. Пока.